Чем занимается каждый сотрудник фонда «Закан». Тема очень актуальна всегда, то есть и год назад, и два года назад. Твоя миссия не в том, чтобы переживать. Тебе нельзя на это, говорит, тратить энергию. Ты, говорит, помогай. Я реально увидел много таких детей, и я начал плакать. На самом деле, очень такая эмоциональная история. К нашим подопечным мы относимся вот как к своим родным, да? Салам алейкум, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересная тема — это благотворительность. В нашем подкасте такие интересные гости. Генеральный директор благотворительного фонда «Закят» и руководитель международного направления. Мы сперва познакомимся, пообщаемся насчет фонда и потом те вопросы, которые беспокоят наших зрителей. Начнем с того, что такое фонд «Закят». Очень интересный вопрос. Никто мне его до этого не задавал. Но в целом это та благотворительная организация, которая старается сделать мир лучше. На самом деле, вот его создание, оно об этом как раз говорит. Это те люди, небольшая группа в свое время мусульман в Москве собралась, которые захотели сделать что-то доброе, хорошее. И они это делали всегда на протяжении своей жизни, но решили они сделать это структурированно, грамотно, централизованно. И поэтому создали именно такой аппарат, который будет уже все эти вопросы решать, регулировать, смотреть, проверять и помогать в конечном итоге. И на сегодняшний день, милостью Всевышнего, нам 12 лет, мы видим то, что уже, аль-хамдули, для многих результатов мы добиваемся. Но это результат не то, чтобы наш. Мы обычные сотрудники, неважно кто. Главное то, что мы стараемся вот тех людей, которые наших попечителей, наших жертвователей, мы стараемся эти деньги направлять на те проекты, которые мы знаем, те проекты, которые мы проверяем. Пусть то нуждающиеся или другие категории людей, то, что мы проверяем и то, что мы знаем конкретно, мы на это направляем и помогаем. Реально вообще срок 12 лет – это правда очень крутой срок для благотворительного фонда. Хотел бы спросить у брата Сулеймана, его мнение насчет фонда. То есть вот он уже существует много лет. Какие вы видите вообще развитие в будущем этого фонда? Какие направления вы хотели бы развивать? Правильно упомянул уважаемый Арифат, что фонду уже 12 лет – это огромная история, это огромный опыт, который мы по милости Творца накопили и которым мы на сегодняшний день уже на самом деле начали потихоньку делиться, потому что не так давно впервые в Москве прошел в конце прошлого года форум для благотворительных организаций, называется он «Семь колосьев». Мы пригласили из 16 регионов, свыше 60 организаций, которые также занимаются благотворительностью, но мы также с ними хотели бы поделиться, включая наш опыт и опыт экспертов, которых мы пригласили. Задали вопрос, какие перспективы, куда мы движемся, то, конечно же, это становиться еще более сильными экспертами в благотворительности. Не только с точки зрения просто там помогли, закрыли потребность, но еще, как гласит наша миссия, это сделать культуру благотворительности, то есть в сознании людей поменять отношение к благотворительности, потому что это на самом деле очень такая глобальная масштабная задача, которая на сегодняшний день актуальна. Наверное, многие фонды с этим сталкиваются, то, что есть задачи, так скажем, стандартные, которые решаются, но не всегда они помогают человека вывести на какой-то другой уровень, чтобы он сам постепенно стал помогать. С одной стороны, он сегодня нуждается, а наша задача в перспективе сделать так, чтобы как можно больше людей сами стали благотворительными. А вот как вы хотели бы это реализовать? То есть какие направления вы, какие шаги вы предпринимаете для этого? Как я уже упомянул, это форум «Семь колоссий», это та площадка, на которой мы обсуждаем вот эти актуальные вопросы, вызовы, которые стоят не только перед мусульманской умой России и всего мира. Помимо этого, это развитие международных направлений. В этом году перед собой поставили одну из важнейших задач, это взаимодействие с диаспорами, особенно в московском регионе, с каждым днем все больше и больше становятся представители СНГ. Параллельно с этим есть трудности, есть проблемы, которые сталкиваются, когда человек приезжает в Москву, в Россию в целом. Если мы совместно взаимодействовать будем и выходить на другой уровень, более тесного взаимодействия, мы эти проблемы сможем решать там не единичные какие-то случаи, да, более масштабно. Я вот посмотрел сайт, то есть фонда Закят, изучил вот направление, которое есть. Вот есть первое направление, это помощь нуждающимся. Вот что именно делает фонд Закят для того, чтобы помочь нуждающимся в наше время? И где они помогают? То есть в России или в странах СНГ? Помощь нуждающимся, эта программа, она такая, если в нее погружаться, она такая обширная, достаточно весомая с точки зрения даже бюджета, который тратится на это направление. Ну самое основное это медицинская помощь, операции, реабилитации, которые люди получают. Кто-то приезжает из регионов в Москву, потому что здесь медицина лучше. То же самое граждане СНГ, да, приезжают, получают помощь, так как у них нет гражданства, они сталкиваются с проблемой, что это все платно, элементарно сдать анализы, это тоже стоит денег. Не всегда есть такая возможность у людей, они стараются, какие-то накопления у родственников, что-то собирают, но суммы порой выходят за несколько миллионов рублей, и понятное дело, что это сложно осилить. В этом направлении, помимо медицинского, я бы еще хотел бы немножко раскрыть, есть направление, это кормление нуждающихся, да, людей, которые там. Есть у нас списки семей, которые мы ежемесячно мониторим, узнаем ситуацию и разводим продуктовые наборы для того, чтобы несколько недель эти люди могли там полноценно питаться. Помимо этого есть помощь тем людям, которые оказались в трудной ситуации, приехали на заработки в Москву и по какой-то причине не могут вернуться на родину. Мы таким людям помогаем, приобретаем билеты, сопровождаем. Кроме этого, в эту программу входит еще юридическая помощь, то есть мы можем свести, условно, подключить юриста, юридическую консультацию, да, оказать содействие. Бывает, что люди приходят, у них там просрочился патент, там разрешение на работу, да, и нет денег его продлить. Мы также эти вопросы закрываем. К миссии фонда «Закет» относится очень такая хорошая, классная история. Она живая, она в свое время нас очень так тронула за сердце, реально. Однажды мы помогли одной женщине, которая пришла, неважно какой она национальности, она одна в семье, у нее было несколько детей. Она работала здесь, в Москве, на очень такой, ну, простой работе. У нее была проблема с челюстью, с зубами. Мы ей помогли сделать операцию на 200, там, с небольшим тысяч рублей. Вот мы помогли и, ну, как бы, забыли все. Окей, через три года, представьте, прошло три года, приходит эта женщина в фонд «Закет», приносит всю эту сумму, там, 205 тысяч рублей, она приносит, передает ее нам, и мы ей говорим, слушайте, мы же, как бы, мы вам помогли, то есть, ну, не нужно было, зачем? Она говорит, помогите еще кому-то. То есть, мы понимаем, что эта женщина работала на тяжелой работе, она уборщатой работала, и откладывала постепенно три года, вот эту сумму, 200 тысяч рублей, да, чтобы нам потом принести и сказать, помогите еще кому-то. Вот это очень высокий показатель, вот этого круговорота благотворительности, о котором Сулейман сказал, то, что мы хотим, вот, чтобы у людей была культура благотворительности. Тебе помогли когда-то, и ты помогаешь. И этот вот круговорот, он, если его запустить вот такой в мощной форме, то вот это понятие культуры благотворительности будет жить у каждого человека, у каждого мусульманина, все. Если мы его запустим, этот механизм, то там буквально 10, 20, 25 лет нуждающихся не будет. Не всегда получается, да, вот, как бы в некой такой постоянной работе, в суете, да, не всегда получается этому акценту уделять. Но иногда мы вот в любом случае, как бы себя вновь собираем и говорим, друзья, у нас наша миссия донести до людей культуру благотворительности. И когда мы это сделаем, нам, ну, по сути, нужно будет просто быть, как таким механизмом-регулятором. И все. То есть все будет само по себе закрываться. И такие истории, их нужно доносить до людей. Такие истории нужно рассказывать. Такие истории нужно тем людям, которые к нам обращаются, в том числе, да, нуждающиеся, им тоже это говорить, им тоже рассказывать. И им сказать, и таких примеров, ну, то есть это один из примеров, да, были другие примеры того, что вот люди приходили там, да, и то или иное, как бы нам, они сами нуждались, мы им помогали, а потом они то или иной услугой помогали, или то или иной помощью помогали нам, а мы уже помогали другим. Ну да, на самом деле, очень такая интересная, проникновенная история, которую ты рассказал. Вот мы рассказали про фонд, закат, да, сколько лет ему, вот, а вот личности, которые там работают, конкретно про вас, кто вы, чем занимались до этого, например, расскажите про себя, да, почему вы пришли в благотворительный фонд работать и так далее, то есть почему вы выбрали этот путь для себя. Я пришел в него уже 11 лет назад. Как пришел? Ну, в основе своей я даже на эту тему начал писать книгу, у меня уже даже 40, там, 7-48 листов я написал. Чуть-чуть осталось. Еще листов сто. Я начал анализировать свою жизнь и думать, в чем вот, почему я пришел, да, почему я пришел, самое главное, и не ухожу? Вот самый главный вопрос. Я пришел и не ухожу, 12 лет, ну, 11. Я когда уже пришел и начал работать, я понял, что это мое. Вот, знаешь, когда душа лежит и ты вот, ты хочешь в этом участвовать, да, ты хочешь помогать людям и ты понимаешь, что в этом благо большое. И я понимал, что какие-то вещи это из детства. То есть на самом деле где-то родители нам прививали, это с точки зрения вот ислама, да, это очень важно, прививать детям вот эту, как мы говорим, культуру благотворительности, да, где-то садака давать, где-то помочь, где-то подсказать, где-то поучаствовать в каком-то том или ином проекте хорошем, да, там, не знаю, там, сходить куда-то, что-то сделать, физически помочь, да, там, где-то умственно какими-то своими, там, возможностями, способностями, да, у кого что есть. У нас отец всегда так старался, как бы, к этому немножечко прививать нас. и это, ну, тоже дает свои плоды, да, и мы, как бы, к этому приходим. Но не только это, то есть, тут надо, наверное, самую большую ценность дать все-таки вообще исламу в целом и пророческому назиданию, которое до нас дошло. Мы же знаем образ вообще, в принципе, такого идеального, мусульманина, это пророк Мухаммад, алейхи саду салам, и в его образе он всегда, он всегда, вот, я не знаю, если посмотреть его каждый день, это вот, это путь благотворительности, потому что вся его жизнь, она пропитана тем, чтобы помогать, отдавать. Как раз-таки в этом суть ислама, суть, вот, человека, когда он это делает, он, он живет, когда он это не делает, он, ну, как, я не знаю, как обыденный мир бывает, такой вот, день сурка, да, там, каждый день, идешь, 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 работа, дом, дом, работа, семья, и вот ты на этом волне просто вот не живешь, а существуешь, а вот чтобы жить, вот это вот пророческое назидание мы берем, и вот эти вот примеры отдавать, делиться с другими, помогать людям, помогать людям, да, это вот как раз-таки его путь, который, иншалу, мы продолжаем. Я как бы призываю всех, да, к тому, чтобы чуть обращать внимание на вот эти назидания, на пророческие, и в соответствии с ними, когда мы выстраиваем свою жизнь, у нас и получается путь благотворительности, поэтому мы хотим помогать, мы желаем этого, иншалу, так и будем делать. Вопрос-то какой был? Вопрос был, как я пришел, и в общем, это история, да, другая. 2011 год, декабрь месяц, я прихожу в фонд Закет, 29 декабря, прихожу к Ильдар Хазрату, я говорю, Ильдар Хазрат, у меня есть свободное время, я хочу, ну, чем-то быть полезен, хочу чем-то помочь. И Ильдар Хазрат, так долго не думаю, приносит мне такую пачку, на, говорит, держи, такая пачка документов, он говорит, вот фонд Закет, надо, говорит, тут, как бы, поработать. У меня до этого опыт был разный, там, и в таможенной службе, и в коммерческой службе, точнее, не службе, а в коммерции. Но я-то приходил, типа, временно, да, и там один человек, как раз, в администрации, когда общался, я говорю, да я временно, вот, ну, как бы, пока время есть, я говорю, помочь хотел. Он говорит, да все, что временно, 11-12 лет уже, и как бы, уже тут. 12 лет, это реально большой срок. Это большой срок, но, эта дистанция, наверное, много всего было за это время, очень много всего, так, если начинаешь вспоминать, так, прям, много-много-много-много, но, с другой стороны, то ли сейчас, вот, время быстро идет, да, и ты так понимаешь, что, вот, вроде, только пришел, да, фонд Закет, вот, уже столько работаешь. Я тут вспомнил, знаете, когда, когда мы отмечали 10 лет, 10-летие фонда, мы пришли к 10-летию фонда, мы даже с Сулейманом общались, я говорю, слушай, я говорю, я что, 10 лет, что ли, здесь? Я не прям, с самого основания, через год пришел, но там еще, так все было, в зачаточном состоянии. я говорю, я что, уже там 9-10 лет работаю. И я так, ну, то есть, я к тому, что, так время быстро пролетело, может быть, в том числе, когда ты стараешься, что-то делать, да, наверное, но так, как бы, вместе с тобой, в ногу со временем идешь. Рад Сулейман, ваша очередь. Ну, у меня, наверное, не такая большая история внутри уже фонда Закят. Кратко расскажу, как я вообще попал сюда, да, и после уже расскажу, какой был опыт. Это был месяц Рамадан, я встаю утром, как сейчас помню, на молитву, прочитал Тахаджуд и сел. В то время я не работал нигде, где-то месяцев 5-6, может, был подписчиком фонда Закят, и участвовал, в том числе, в благотворительности, потому что на тот момент я очень ярко запомнил, почему-то отпечатались у меня именно международные проекты. Это вот поездки в Африку, это вот в Ливан. Это был 19-й год, да, это, получается, уже несколько лет программа «Жила по Ливану». Просто зашел и листал в Инстаграме, по-моему, да, ленту. Был, ну, такой, чуть-чуть время до, получается, утренней молитвы и наткнулся на вакансию. Там, объявление повесили на странице фонда Закят, что требуется исполнительный директор. У меня вот всегда с детства, я помню, и родители, вот как Рифат говорил, да, наверное, тоже больше связаны с воспитанием. Я видел некий пример своих родителей, там, родных, близких, как они всегда старались как-то упростить жизнь окружающим людям, да, там, какая-то помощь нужна. Не помню, чтобы там родители кому-то отказали, да, там, будь то там кого-то отвезти куда-то на машине, там, я помню, папа, у меня такой водитель со стажем большим, он всегда там откликался. Вот этот пример, наверное, как раз-таки он внутри где-то сидел, да, и потом в последующем, наверное, как-то это все как-то созревало внутри, так скажем, да, я работал вообще в другой сфере, там, это связано с коммерцией, розничная продажа, и просто решил там откликнуться, нажал там кнопку, что-то написал там, по-моему, и буквально там на следующее утро со мной связался специалист, на тот момент Анастасия звали, и пригласил на собеседование. Как раз-таки собеседование проводил Арифат Хазрат, он был генеральным директором на тот момент. И вот как-то так интересно получилось, что я прошел собеседование, и там был второй этап, то есть нужно было онлайн еще пройти собеседование с HR-специалистом. Я его также прошел там через несколько дней буквально, и после там сказали, что свяжутся, и буквально там через 2-3 дня приглашают все там, если вы готовы, типа выходите на работу. И я помню первый день, когда я вышел на работу, пригласили, как раз шел шатер Рамадана, я приезжаю в шатер, и там такая суета, мне это казалось, это какой-то там, не знаю, промежуток времени, какая-то адаптация там, да, постепенно. А тут, получается, я там сразу нырнул, так скажем, во всю эту сферу благотворительности, я тогда помню, был марафон, каждый день в шатре объявляли сбор на проект ДЦП, дети ДЦП, и вот эту сумму за предыдущий день объявляли прямо на сцене, там, какую сумму собрали, и организаторам вечера, вечера текущего, да, предлагали там догнать эту сумму, как некое такое соревнование в благо. Расскажу о предыдущем опыте, я до этого работал в розничной сети, не знаю, надо называть или не надо, рекламировать, ну, в общем, я работал в рознице, да, очень много продавал, начинал прям с продавца, добился там определенных карьерных высот до руководящей должности, и, соответственно, вот этот опыт на самом деле очень сильно пригодился, я потом уже, ну, я как бы сразу не понимал, да, как это можно применить, но когда окунулся в деятельность фонда, я понял, что на тот момент, я помню, как раз Рифат поставил задачу, что нужно было автоматизировать систему всех документов, то есть некую базу данных, на тот момент это был Доброфон, куда мы там спешно за последние, по-моему, три года всю эту базу залили, и дальше мы хотели все оцифровать, все это дело, да, и ввести не в бумажках, а именно в цифровом варианте. Тот опыт, который был в рознице, он очень сильно пригодился, я какие-то фишки уже там сходу начал применять, там, начал искать каких-то партнеров, там, через них как-то пиарить фонд, там, привлекал, общался, там, встречи проводил, таким вот таким вот образом, получается, втянулся в работу фонда, почему, как бы, по сегодняшний день я здесь, наверное, я, как многие люди на сегодняшний день, задаются вопросом, да, в чем предназначение человека, и вот на предыдущей, как бы, работе я не всегда, у меня был разный опыт, на самом деле, я и успел немножко, там, быть предпринимателем, в раннем возрасте, можно сказать, еще будучи в Дагестане, потом поработал на кого-то, получается, да, и было с чем сравнивать, и здесь, на самом деле, в чем уникальность и фишка работодателя благотворительного фонда Закет, в том, что, во-первых, я, как мусульманин, не всегда мог элементарно совершить пятничную молитву, да, в Москве, ну, не всегда получалось от нам отпроситься, поехать, и в спокойном режиме совершить молитву, это раз, мотивация номер один, вторая мотивация, это то, что окружение, аль-хамдуля, все окружение, это мусульмане, это единоверцы, ты понимаешь, что твои ценности совпадают с ценностями этого окружения, третье, ну, немаловажно, это халяльное питание, которое есть, безусловно, что очень сильно нравилось, это как некое продолжение семьи, вот есть твоя семья, там, родные, там, родители, супруга, там, дети, а есть семья, это фонд закят, в чем я вот разницу видел между коммерцией, коммерческим опытом и опытом, хотя здесь тоже я, получается, работаю на кого-то, да, но здесь всегда дают возможность тебе раскрыться, тут нет каких-то там серьезных ограничений, регламентов, как это было там в большой крупной компании, в которой я работал, то есть ты должен был четко следовать каким-то регламентам, да, если это там шаг левого, шаг вправо, там, ну, какие-то последствия могли быть, а здесь ты наоборот дают тебе карт-бланш, да, и возможности самому писать некую историю, свою историю, которую ты будешь дальше реализовывать по жизни вместе с фондом закят. Вот это вот на самом деле огромная милость от творца, то, что есть такая возможность, есть такая организация, как фонд закят, который может дать такие возможности для людей. Может быть, это немножко официально, но как бы я говорю это искренне. Я вот хотел, знаете, какую тему обсудить еще? Все же вот благотворительная деятельность, это предполагает то, что вы через вот проблемы людей постоянно проходите, то есть болезни, разные бедствия, которые происходят у людей, и вот это все через вас проходит. Как вы справляетесь вот с этим, как стрессом постоянно? Потому что вот даже из своего личного опыта, да, когда там была ситуация разная, где ты слышишь истории, проблемы, и это через тебя все проходит, и ты там два-три дня в этом напряжении сидишь и понимаешь, что вот так, вот как вы с этим? Потому что я понимаю, что через вас очень много людей проходит в плане подходят, делятся, да, своими проблемами, и вот как вы с этим живете? Брат Рифат первый, потому что он уже 11 лет в этой... Сейчас еще одну историю расскажу. История хорошая такая тоже, она мне запомнилась, потому что эмоциональная такая была, значит у нас было два волонтера, две девушки, и они значит приходят тут в соборную мечеть, мы в соборную мечеть, там прием осуществлялся, и пришли в соборную мечеть на прием сирийские, то ли беженцы они были, вот сейчас прям точно не вспомню, приходит семья, такая пара с детьми, рассказывает свою историю, там трудная история, там в общем все так тяжело, как бы там условно, я сейчас прям не помню, условно кушать нечего, да, там людям, и они приходят, им что-то, по-моему, какая-то, то ли операция нужно было, то ли что-то вот нужно было помочь, и они значит вот все это рассказывают, и наши девчонки, вот волонтеры, они, знаешь, выбегают такие на эмоциях, ой, давайте поможем, как нам помочь, что сделать, и так далее, и так далее, знаешь, ну такой вот, эмоциональный, да, да, эмоциональный такой момент, да, а я стою такой, знаешь, спокойный, я уже там, ну несколько лет уже там проработал, да, в фонде, я говорю, так, спокойно, надо документы проверить, надо это, ну даже помочь, надо же им быстрее помочь, срочно, вот этот момент такой присутствует, он эмоциональный, да, вот у людей, они как бы переживают за других, да, ну как бы все нормально, нам иногда говорят, ну вот это в связи с тем, что вот, почему я спокойный был, нам иногда говорят, вот сотрудникам фонда, да, что вы такие как бы, ну вообще там не реагируете, да, там спокойные такие, да, там, мы привыкли, то есть мы на каком-то этапе, мы привыкаем к тому, что мы это все время слышим, истории эти разные, трудности, там, болезни и так далее, и так далее, но привыкаем на каком уровне, не то, что мы бесчувственные становимся, да, нет, мы понимаем, как бы один самый главный момент, если мы ему можем помогать, то есть у нас в фонде, у нас стоит задача, номер один, если мы можем помочь, мы помогаем, нету такого, что вот этому помочь, вот этому не помочь, вот в 95% случаев мы помогаем, есть там какие-то моменты, да, где мы не можем помочь, да, там, мы не помогаем, долги не закрываем, там, еще какие-то, ну не важно, мы реально как бы стараемся всегда помогать, но мы делаем это, проверив документы, все проанализировав и так далее, да, ну то есть не так, чтобы, ой, давай все на эмоциях там, всем помогать, так не бывает, почему я этот пример привел, значит, эти девчонки, одна из них приходит работать у нас с бухгалтером, одна из сестер, и работая там, она через несколько лет, она где-то у нас 3 года или 4 года проработала, я, говорит, теперь, поняла, почему ты тогда был спокоен, то есть это на самом деле, ну, ты уже когда с этим начинаешь работать, ты уже, ну так, спокойно к этому относишься, но это опять-таки, я не говорю о том, что это отключает чувства, да, мы в любом случае, мы всегда, вот любое у нас собрание проходит, мы переживаем за тех подопечных, которые к нам обращаются, мы переживаем за тех людей, которым мы помогаем, международный там, по международным программам, да, просто надо понимать, то, что от тебя зависит, ты делаешь, то, что от тебя зависит, ты делаешь, дальше ты не сможешь, совсем переживать там, не, ну, были же, наверное, истории, пробивали, которые эмоции, были истории, и обо них, и о них мы расскажем попозже, да, немножечко интригу, ну, а чего вам все расскажут, расскажут, и все, и подсказ закончился, брат Сулейман, вы как с этим справляетесь, то, что вот через вас все это проходит, каждый день, вначале у меня тоже, вот эта стадия, я ее переживал, потому что, я будучи исполнительным директором, мне, ну, пришлось, не то, что пришлось, было правильно погрузиться в каждое направление, чем занимается каждый сотрудник фонда закет, в том числе, я ходил на прием, в соборную мечеть, да, у нас оффлайн-прием проходит там, и принимал обращение граждан, общался с каждым, эмоциональную составляющую, я как бы на себе уже примерил, да, я тоже так реагировал, там, даже иногда, я помню, ругался, этот, не соглашался, вот там, условно, с Рифатом, когда он говорил, нет, вот здесь там, мы не станем помогать, потому что там человек, условно, там, не все документы подоставил, да, а я переживал, всегда думал, ну, может быть, он не может там, ну, какие-то документы, а у нее там проблемы, условно. Вначале, вначале переживал. Да, 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 там, вот у него там телефон старый, я говорю, у него кнопочка, он не может там скан отправить, я так скажу, да, у меня был некий иммунитет, да, с точки зрения профессиональных качеств, я очень много проводил собеседований, будучи на работе, там, в коммерческой сфере, с людьми, то есть, очень большой опыт общения с людьми, и я как-то вот, на даже эмоциональном уровне чувствую людей, когда они немножко лукавят. Бывает, вот, не получается, вот это не получается, это не получается. Задавая несколько вопросов, ты понимаешь, что человек, на самом деле, не до конца, так скажем, напрягся, и ищет, наверное, каких-то легких путей, чтобы получить то, что он хочет. Я бы это назвал не то, чтобы мы там черствыми становимся, да, мы, наверное, становимся более профессиональнее, более эффективными. то есть, это вот, я всегда привожу пример, даже иногда на собраниях, вот представьте, я говорю, сейчас идет операция, да, на столе лежит пациент, мы там оперируем, группа там, врачей, да, и мы такие на эмоциях, о, жалко там его, да, ой, давайте не будем резать, там, условно. И что произойдет, да, тогда получается, то есть, человек не выздоровеет, там, не вылечится, там. Не выживет. Да, не выживет. Поэтому мы всегда, в первую очередь, должны себе вопрос задавать, зачем мы пришли на эту работу, да, то есть, мы должны помогать, или мы должны там переживать, да, на то и на другое нас как бы не хватит. Мы должны что-то там одно выбрать, сфокусироваться на этом, и в том числе, то есть, ну, вот эти переживания, конечно, они как бы остаются, у нас очень много ситуаций, когда вот мы начинаем сбор, открыли сбор, да, там, ребенку три месяца, буквально там остается несколько десятков тысяч рублей, чтобы закрыть сбор, и мы там заключаем договор, переводим эти средства в больницу, а ребенок умирает. И для нас это, знаете, вот такой холодный душ для всех сотрудников, потому что каждый присутствует, у нас, ну, коллективно принимаются решения по каждому случаю, и каждый сотрудник, он вовлечен в эту деятельность, не то, что там кто-то там сидит в кабинете, да, он вообще не понимает там, кто к нам обратился, кто наш, так скажем, человек, которым мы помогаем. У нас все погружены, и все знают эти истории. К нашим подопечным мы относимся вот как к своим родным, да, потому что вот как Рифат говорил, мы и читаем дуа, молитвы за этих людей, чтобы они там удачно прошла операция, да. У нас даже была рубрика в одном время, я помню, в соцсетях, мы собирали там некие проблемы людей, да, и мы за них читали дуа после коллективных молитв. Мы через вот эти дуа, через молитвы, мы, конечно же, сопереживали, и считали нужным лучше почитать дуа, нежели просто там условно паниковать, там какие-то эмоции, там немножко даже иногда неадекватные, да, там выражать. У нас есть, ну, в коллективе тоже разные, так скажем, психотипы, кто-то там остро реагирует, кто-то там менее остро. Мы в том числе вот с Рифатом, я помню, приглашали даже психолога для того, чтобы он с нами, с сотрудниками фонда отрабатывал, чтобы объяснял, как правильно реагировать, да, на ту или иную ситуацию. Это тоже хорошая практика была. Очень хорошая практика. Общение с психологом, потому что он даже подсказывал, то есть, в каких-то моментах, чтобы не выгореть, да, из работы, и как бы, и не сказать, все, я уже не могу, и все бросаю. То есть, такие случаи были. Некоторые сотрудники у нас вот так фонд покидали, потому что они не выдерживали. Я помню, даже вот тот же психолог, он как-то вот один раз пришел и рассказывал некие стадии, когда человек приходит вот к этому состоянию выгорания, да, и как не прийти, то есть, не уйти, так скажем, в другую крайность. То есть, как выдерживать вот этот баланс, так скажем, в работе для того, чтобы ты мог там сохранять равновесие какое-то. Давай я напомню третью историю, которую я хотел сказать. Она относится к международным проектам. Это был где-то второй год, когда мы поехали к беженцам в Ливан. Хотя у меня уже был опыт до этого, там, пять-шесть лет работы, да, в фонде. Но я еду в Ливан, и я вижу это собственными глазами, картину, да, когда детишки там, да, они вот бегают босиком зимой по лужам, по грязи там, да. Когда слова говоришь, я не могу передать, да, это вот самой картины. Когда ты картину видишь, у тебя все по-другому. И ты видишь, ты понимаешь, что у этих детей где-то нет еды, не хватает. Где-то нету просто обычной даже какой-то площадки поиграть. Даже одежды, там обуви какой-то нету, элементарной, да. И я вот в тот момент, я реально увидел много таких детей, и я начал плакать. Потому что в виде этого я, ну, как бы с одной стороны был благодарен Всевышнему, что у нас такого нет. С другой стороны, я, ну, реально плакал за этих детей. Потому что это, ну, тяжело было картину смотреть. Я приехал в Москву, я вернулся, все. И две-три недели я был в таком состоянии, в тяжелом состоянии. Здесь там один наш мануальный терапевт, которым мы периодически мы ходим. Я когда к нему уже пришел там, да, что-то у меня там все там поехало по здоровью, да, косточки и все остальное поставил. И он говорит, слушай, если, говорит, ты будешь в таком состоянии переживать так дальше, у тебя, говорит, ну, ты организм свой посадишь просто вообще в никакую. Но он говорит, ну, ты нам нужен, чтобы помогать людям. Твоя миссия не в том, чтобы переживать. Тебе нельзя на это, говорит, тратить энергию. Ты, говорит, помогай. То, что ты можешь, делаешь. Все. И он мне вот тогда, ну, как бы он старший по возрасту, да, и как учитель такой. Я для себя это усвоил и как бы понял, да, окей, то есть мне нужно, ну, реально, как бы у нас миссия другая. У нас миссия большая, поэтому нам нужно помогать, нам нужно двигаться дальше. Потом даже с психологами общаясь, да, они примерно ту же тему говорят. То есть вот зависит от вас это вы делаете. Ребят, то есть дальше как бы, ну, на себя все брать, то, что ты видишь там, и вот эти переживания, ты не сможешь этого выдержать. Это тяжело. На самом деле очень такая эмоциональная история по поводу того, что происходит в мире, да, в целом, и у людей, да, то, что мы понимаем, что у разных людей разное положение, да, и благодарить нужно Аллаха за то, что наше положение просто, не знаю, идеальнейшее, да, если смотреть даже на то, что происходит в Ливане, в Африке и в других местах, где живут беженцы, например, да. Это, кстати, вот как дополнение Сулейману, вот мы тоже про собрание говорили, дуа читаем. Я всегда стараюсь тоже вот проговорить про благодарность. Нам надо всегда благодарить Всевышнего за то положение, в котором мы находимся. Вот вы говорили по поводу проверок, да, вы собираете справки, да, я правильно понимаю, там, например, те необходимые документы, которые нужны. Вот у меня интересные истории, вот реально, вот которые были, вот когда вы увидели, что человек просто, ну, как это выразится, мягко, так сказать, ну, типа, разводит людей. То есть он пришел просто рассказывать о том, что я там болею и так далее, а потом выясняется, что он не болеет и так далее, что вот вы как-то это смогли узнать, выяснить и так, ну, как-то своими механизмами. Люди приходили, говорили там, нам, короче, надо уехать домой. А в то время у нас еще не была налажена работа, мы покупали им билеты, ну, вот, на поезд берешь билет, да, им передаешь, они этот билет берут, идут, сдают в кассу, забирают деньги и ты смотришь, они там, завтра, послезавтра они вокруг мечети опять тусуются, эти люди. Мы несколько раз так попали, реально. Потом мы начали все это делать с расчетного счета, оплачивать там, ну, РЖД там и так далее, и так далее. Ну, то есть, и эта махинация, она закончилась. То есть, это такая общая, да? А я думаю, Сульман тоже расскажет, какие были другие истории. Ну, не так давно, наверное, несколько лет назад, может быть, Рифат знает про эту историю, приходила женщина, она была на коляске, по-моему, на инвалидной. Ну, и там такой вопрос был, что коляска уже старая, как бы, она уже там где-то скрипит, где-то там что-то не работает. Мы как бы пока не изучили, не погрузились в историю, да? Мы не понимали, оказывается, она там периодически вокруг мечети как бы присутствовала, так скажем. Каким-то образом попала к нам, и я помню, сотрудник прислал информацию, вот такая-то какая-то женщина, там ей нужно коляску купить, там потом у нее нет денег доехать обратно домой, она была где-то вот с дальнего Подмосковья. Мы начали потихоньку выяснять, я помню, она очень эмоционально давила на сотрудника, который вот вел прием. И получается, через него давила на нас, на всех вообще, ну, потому что он там эти эмоции как бы без фильтров передает к нам, ну, потому что у нее там все горит, как бы, если сейчас не поможете, то все, короче, конец света. Мы там, я помню, да, мы там на коляску, по-моему, помогли, какую-то сумму выделили, и потом проходит, по-моему, около где-то недели, или может чуть больше, и поступает информация, что эта же женщина по подмосковным общинам там собирает какую-то огромную сумму тоже на какие-то там свои проблемы, включая коляску. Этот сигнал поступил, на самом деле, это тоже один из инструментов, который мы используем в работе фонда. То есть, у нас есть как межфондовское взаимодействие, да, в регионах, точно так же есть взаимодействие с имамами в местных религиозных организациях, в мечетях, там, и так далее, и так далее. Если в этом регионе фонда нет, или там, там бывает регион большой, да, а фонд как бы находится там на другой стороне, то обязательно присутствуют местные религиозные организации, имамы, и так далее. И мы через них пытаемся, вот как раз-таки, эту обратную связь получать. И, соответственно, мы выявили, да, и эта женщина через какое-то время опять к нам приходит, вот помогите, там мне никто не помогает, там и так далее, и так далее. Мы просто там элементарно и задали несколько вопросов, и она просто пропала с территории мечети, да, ну, поняла, что там немножко жареным запахло. И потом, вот я помню историю, я там, у нас сотрудник был в отпуске, и я вышел на прием, ну, надо было подменить. Женщина, ну, так прилично выглядела, там, одета, все, и, ой, а где, вот сотрудник вот здесь, говорит, работал такой, там, с таким-то именем. Я говорю, ну, он в отпуске, я говорю, как бы человек отдыхать должен иногда. Вы, говорю, присаживайтесь, скажите, какая у вас проблема. И она там начинает искать, вот, там, у меня, говорит, особо проблем нет, вот я там, ну, вот, я хотел бы у вас продукты получить. Я говорю, ну, хорошо, давайте, говорю, паспорт ваш, сейчас заявление заполним. Такая, да, а может не надо? Я говорю, ну, в смысле не надо? Я говорю, у нас вот такая процедура, там, паспорт, заявление, там, ваши доходы мы сейчас, как бы поймем, да, какие там. На что она там, как-то начала агрессивно реагировать, вот, зачем вам мои доходы, вы чего мне не верите, там, мы же в мечети находимся, там, и так далее, и так далее. То есть, эмоционально опять начинает давить, да, то есть, я эти вещи, вещи считываю, понимая, что человек, как бы, просто хочет, там, легко что-то получить. И я помню, я ей сказал, я говорю, у нас сейчас, знаете, продуктов в данный момент нет, вы там подождите, я говорю, пока документы нам пришли, тем мы там проверим. И она такая оглядывается в приемной, я помню, и увидела пакет с вещами, а там люди приносят вещи для нуждающихся. Ой, а что мы там у вас в пакете, а можно это хотя бы мне дать? И я там за голову схватился, думаю, вам продукты нужны или вещи, как бы, да, вы обрядитесь. Ну, вот такая вот история тоже, интересно, и таких историй достаточно часто бывает. Я даже сейчас тоже еще одно вспомнил, у нас один был товарищ, в общем, ему нужны были уколы срочные, проверили, проверяли, в итоге товарищ жулик, который договорился, прикинь, договорился с больницей, с какой-то, чтобы мы перевели за его лечение этой больницы, они там нагреют руки вдвоем, и все нормально будет. Такие истории есть, но вот благо, что я в целом хотел сказать, Всевышний всегда нас оберегает от каких-то вот таких случаев, вот приходит человек, да, вот мы просто даже смотрим, да, на собрание, мы собираемся вместе, и говорим, так, что-то здесь не так, вот понимаешь, вот просто, я не знаю, может быть, это профессиональная чуйка некая, да, но это все-таки, вот, милость Всевышнего, да, Всевышний оберегает, это же, мы же, как бы, по сути, проводники от жертвователей, от наших подопечных, и Всевышний оберегает их средства, да, чтобы они не тратились там, бывает, этих жуликов много, на самом деле, по многим причинам, мы их уже вылавливаем, смотрим, мы их отправляем уже на первых этапах, но те, кто доходит уже до комиссии, мы на комиссии даже собираемся, комиссии фонда, и мы говорим, что-то здесь вот не так, вот просто, что-то не так, это, которые к вам обращаются, я вот просто хотел сказать о том, что есть просто в социальных сетях, там выкладываются, там сборы разные, возможно, вот я хотел с вами как бы посоветоваться, то есть люди, вы занимаетесь благотворительностью очень давно, вот эти сборы, которые бывают в социальных сетях, просто, ну, делают картинку, там, например, ребенок, там, он болеет этим, и на личную карточку скиньте деньги, я не говорю про все случаи, это будет неправильно, но в каких-то случаях это бывает то, что за этим кроются какие-то мошенники, грубо говоря, что вы думаете насчет вот таких сборов, которые происходят, как бы в социальных сетях, как бы просто открывается страница, аккаунт обычный, говорят, там, поможем этому. Один важный момент, который мы уже поднимаем, там, не знаю, 10 лет назад, наверное, уже на первом форуме еще, который был благотворительных организаций, «Солнечный берег» в Дагестане, друзья, давайте перестанем собирать на карточки, это уже подразумевает под собой, что возможность своровать, она вот, вот, открытая, очень открытая, карта имеется в виду, обратить внимание из людей, да, и кто-то отправил деньги, поэтому эта штука, она вообще вот, ну, у нас для фонда «Закят» и вот для крупных фондов, она под запретом, сбор на карты. Сулейман свидетель, мы вот на каждый «Солнечный берег» ездим, там, уже 5-6 лет назад, вот, все их форумы всегда об этом говорят, нужно некое вот единение в этих вопросах, и те или иные сборы делайте через фонды. Ну, здесь просто вопрос, то, что фонды, да, вот, вы говорите, открыть, не открыть, то есть просто человек в социальных сетях открывает страницу, пишет, фонд такой-то. Ну, это вообще мошенники, ну, они существуют, слушай, они, в каких только вариантах, я за последнюю, за последнюю неделю в Москве принимаю звонки, там, от кого только мне не звонят и предлагают, что только не предлагают, да, мошенники, как бы, любую возможность видят, сразу реагируют, на счет поступили деньги, сразу звонят, алло, Сбербанк там, или какой-то другой банк. Чтобы предостеречь людей, да, такой, наверное, главный основной вопрос, чтобы они не попадались на эти закидушки всякие там, людям нужно четко понимать, как фильтровать, да, есть некие фильтры, через которые ты понимаешь, что это мошенник, или, ну, реальный фонд, который занимается благотворительностью. Даже если это в Инстаграме, фонд, обозначил, вот мы фонд, у них наверняка есть телефон, то есть он должен быть. Если нету контактов, это первый звоночек к тому, что, ну, а как ты условно узнаешь, там, вот ты перевел деньги, да, как правило, люди там хотят понять, да, какая, чем закончилось, там, отчет какой-то и так далее, и так далее. Первое, что нужно это взять, просто позвонить. Вот ты, если реально хочешь что-то сделать благое, ну, ты позвони, да, если как бы телефон есть, позвони, узнай, там, несколько вопросов задай, да, а где вы, а чего вы. Могу ли я подойти даже в офис, например. Да, да, можно ли к вам подъехать, там, посмотреть. Вот у нас, допустим, фонд Закет, да, на самом деле, очень просто проверить. То есть, есть ИНН, да, то есть, если организация зарегистрирована, то есть, это как минимум, так скажем, как на 50% уже можно доверить, потому что, если организация официально в Минюсте, налоговой, и так далее, и так далее, то ты понимаешь, что их контролирует помимо меня, еще государство, все это оцифрованно, то есть, любой фонд, там, можно несколько шелчков, там, проверить, зайти на сайт налоговой, и так далее, всю историю. Второе, это, если очень много картинок, таких, знаете, эмоциональных, которые дают сильно на жалость, вот это тоже, как некий такой критерий, триггер, который нужно обратить внимание, если там, в кадре, там, громко плачет ребенок, или там, взрослый там, разрывается, и так далее, там, подобное, то лучше, наверное, тоже уточнить, да, на самом деле, это, ну, есть такая проблема или нет. Потом, обратить внимание на соцсети, как они их ведут вообще, да, есть ли у них сайт, тоже такой немаловажный фактор, где есть там, отчетность за предыдущий период какой-то, и так далее. Вот то, что говорил Рифат, да, вот проблема, да, есть на сегодняшний день, и даже среди крупных фондов, то, что собирается на карты. 10 лет назад было, и 5 лет назад. Да, тут, наверное, основной вопрос, просто люди привыкают, на самом деле, к этим картам, то есть, некое привыкание, это все равно, что вот ты идешь на работу по одной дороге, да, ты всегда идешь по этой дороге, потому что понимаешь, там есть свет, там нет собак, злых кусачих, да, и так далее, и там подобное. А ты попробуй по другой дороге сходить, там, на работу, да, и у тебя мозг немножко по-другому начнет работать. Такой некий дискомфорт. То же самое происходит, когда ты человеку говоришь, вот, извини, вот мы с завтрашнего дня начинаем принимать деньги только на расчетный счет. С двух сторон работа должна вестись. С одной стороны, мы должны просвещать людей, с другой стороны, мы должны упростить вот этот путь. Сегодня человек говорит, мне проще там по номеру телефона перекинуть деньги, то это означает, что фонд должен поставить задачу, как упростить. Во-первых, есть краунфандинговые платформы, такие как Туба, да, известная. Потом сам фонд, как бы, может поработать над этой задачей и какое-то, не знаю, мобильное приложение разработать, да, где на самом деле, там, один раз привязал карту, да, ты проверил организацию, и ты просто выбираешь тот проект, который тебе интересен, наиболее важен, и ты просто переводишь эти средства. Да, на самом деле, тема очень актуальна всегда, то есть и год назад, и два года назад. Наверное, последнюю тему, которую лучше бы обсудить, нам по поводу международных направлений, которые есть у фонда Закят. На самом деле, так, проводя небольшой анализ, вообще фондов, которые есть в России, которых, так, мельком, в моем плане, да, я вижу, что фонд Закят в этом направлении очень, маршала, сильно продвигается, да, и развивается. Думаю, наш брат Рифат чуть подробнее расскажет вообще об этом направлении, когда оно появилось, коротко, например, да, когда вы решили вообще помогать. 2017 год. Все. Вопрос закончен. Настолько коротко. Да. Момент вообще проектов, да, которые есть сейчас на сайте, которые вы развиваете, и какие вы проекты еще собираетесь развивать? В 2016 году, в декабре, нам поступила информация, что вот есть в Ливане такая-то сложная ситуация там. Ну, наши друзья поехали, фотки прислали там, видео, и мы это увидев, да, даже не то, что мы начали эту программу, люди попросили нас, они сказали, мы готовы поучаствовать, мы хотим поучаствовать именно вот там. Живя здесь, да, в Москве или либо в России где-то, да, многие говорили о том, что, али-хамдли, у нас все есть, все хорошо, и мы хотим именно вот, ну, как бы, тем людям, у которых нет жилья, которые там босые бегают и так далее, мы им хотим помочь. Тогда организовали эту первую программу в Ливан, в январе собрали, сумма около полтора миллиона, что ли, это первая была наша помощь. В феврале поехали туда, там еще было холодно, вот в некоторых местах прям снег лежал там в горных районах. Реально мы эту картину увидели, так все, как бы, было тяжело. Мы тогда поняли, что, как бы, да, одна из, одной из программ может быть именно международная программа. В Африку ездили, там что-то сделали, или тут что-то сделали. Потом в Бангладеш ездили, вот когда была, народу Рахинья помогали. В Африке, вот в Чаде, мы там, Мадресе, мечеть построили, колодцы построили. Так это было постепенно. А, еще взяли, вот на постоянной основе у нас было 400 сирот. Ну, вначале это было 200, потом 300, потом 400 сирот, которых мы ежемесячно обеспечиваем. Это сироты именно сирийских беженцев и палестинских беженцев. И тут случается такая история. Я еду в Стамбул, я поехал на учебу, подтянуть арабский, турецкий язык. 6 февраля 2023 года случается депрем, землетрясение в Турции и Сирии, да, в северной части. Весь мир, да, об этом писал, весь мир помогал Турции и так далее, и так далее. И мы тоже, находясь там, в Стамбуле, мы поехали на эти места, вот где землетрясения произошли. Было тяжело смотреть на все это, то есть, такое ощущение, что просто вот, я не знаю, там, бомбардировки такие прошли там, по нескольким городам и все вокруг просто вот разрушено. Вот представить одно, да, а вот там оказаться и походить по этим развалинам, иногда походить практически по домам вот так вот, да, которые смялись вот так, вот просто по ним вот так походить, по горам. Милостью сиушни мы тогда собрали на платформе Тубы около 100 миллионов. И мы понимаем, что вот, чтобы там помогать, чтобы делать какую-то международную деятельность на большие уже суммы, да, одно дело там, ты отправил там какую-то сумму там, не знаю, там миллион рублей, да, закупили продукты, раздали там, окей, ну там все понятно примерно, да. Здесь проект большой и ты понимаешь, что вот просто продукты, питание там где-то что-то раскидать, ну нельзя так, то есть тут нужно умно подойти к распределению этих средств, то есть на нас ответственность, на нас задача, чтобы мы эти 100 миллионов, не то, что там, ну давай туда, давай сюда, вот так раскидали. Тут нужно на самом деле продумать, кто какой фонд, как что осуществляет. Кто-то палатки делает, кто-то это делает, кто-то это делает. Мы построили, милостью Всевышнего, 100 домов для людей, постоянных домов, да, это кирпичные дома, 100 домов, чтобы люди жили. то есть не то, чтобы вот там, сегодня продукты у них закончатся, да, это месяц там, и все, а что дальше делать людям? Люди живут сейчас там, аль-хамдуля, то есть вот этот проект, ну он долго, конечно, строился, то есть это тоже не так, что там за 5 минут, но зато это, ты даешь людям жилье, уже основу, ты им даешь, как бы, возможность, чтобы у тебя над головой была крыша вообще. Чтобы этим заниматься, надо этим заниматься, то есть это не бывает, знаешь, там, ну давай там вот так, вот так, то есть мы где-то полгода, мы вообще, ну там с нашими, с волонтерами, которые нам помогали в Стамбуле, мы ездили, общались с фондами, выясняли, какие проекты, как они делают, что делают, кто лучше делает, кто как делает. Некоторые проекты нам, вообще в ходе общения с фондами, нам понравились. Например, у нас вот, мы в этом году осуществили один из проектов, даже в том году и в этом, Молочная надежда, когда мы раздаем трех коз в семье, в бедные семьи или семьи с сиротами в Африке, мы отдаем три козы, одного козла, две козы, в семью, и по сути, ты их отдавая, ты обеспечишь эту семью и ее поколение, будущее, на, вот, на продолжительный срок. Мы поехали туда, в Африку, и увидели реально то, что вот в некоторых семьях, там, через 2-3 года, у них там 15 коз, 20 коз, все, то есть ты обеспечил их, это, ну, умный проект, и то есть мы вот, когда там были, мы поняли, что надо делать умные проекты, мы открыли там фонд, нет, мы не закет, мы открыли фонд Джан Дернек, Джан это вот, с тюркского языка, это душа, да, ну, такой, душевный фонд открыли, для того, чтобы вообще, благотворительность, ее виде, от фонда закет, от российских фондов, вообще, от российской благотворительности, мы могли осуществлять на международном уровне, сначала так и будем делать, и потом уже свои проекты будем осуществлять сами, на сегодняшний день мы в большей степени смотрим, анализируем, работаем с турецкими фондами, они, многие в том или ином уже такие, ну, профессионалы, реально, в тех или иных проектах, да, ну, то есть это все равно можно перенимать, смотреть, и дальше уже двигаться самим даже. Будем наблюдать за новостями, что происходит и с закатом, и с новым фондом, да. Наверняка люди будут спрашивать, да, вот, посмотрят этот подкаст, это видео, и спросят, да, как мы тоже вот можем, у нас в соцсетях очень часто пишут, да, вот я хочу помочь, что мне сделать, или там я хочу в Турцию поехать, помочь, волонтерить, или хочу там в Газу поехать, я врач, хочу там лечить детей, для таких людей, как раз таки это послание, да, я хотел бы сказать, что есть очень легкая, прозрачная, понятная точка входа вообще в сферу благотворительности, это волонтерство. На сегодняшний день у нас огромная, если так можно выразиться, команда волонтерского движения Актив, которую уже на протяжении, ну, какая там история, наверное, Рифат более точно даст дату. Я даже не знаю там по истории, сколько они уже, ну, в смысле она так, как Актива назвалась, это там, где-то 5-6 лет, а до этого еще, еще до фонда «Закят» она вообще существовала, волонтерское движение, да, по различным проектам, в основном это Москва, Московская область, ну, и в регионы тоже иногда выезжали. Это на самом деле очень такая серьезная, движущая сила, которая в том числе, нету ни одного проекта, наверное, да, у фонда «Закят», где бы волонтеры не участвовали. Да мы сами, с одной стороны, мы сотрудники фонда, да, а с другой стороны, мы волонтеры, мы постоянно волонтерим, и в том числе, даже включая наших подопечных и попечителей, они тоже волонтерат, потому что вот мы, когда столкнулись с пандемией в 20-м году, там огромное количество просто людей, мы даже иногда были периоды, когда мы не знали, какие задачи ставить волонтерам, было настолько огромное количество, да, что там элементарно они там просили, дайте нам что-нибудь сделать. Альхандуль, да, что есть волонтеры, это те люди, которые безвозмездно, там, готовы тратить энергию, время, силы, там, и так далее, и так далее, и у нас, причем разбег этих волонтеров, он на самом деле впечатляет, да, вот у нас в прошлом году, я помню, Шатри Рамадан, там, самый молодой волонтер, я не знаю, лет 10, наверное, ему было, и самому старшему, там, Фатима Аппа, там, за 80 точно лет. Наверное, на этой приятной ноте мы закончили наш подкаст, конечно, тем намного, ну, вообще их много, на самом деле. Да, я даже половину не рассказал, честно. Да, тоже самое, потому что там были вопросы по поводу просветительских направлений, которые развивают, то есть это не только помощь нуждачных. Давайте еще раз соберемся. Все, решено. Тогда будем так, потому что и про Палестину вообще не сказали, хотя на самом деле ситуация до сих пор остается очень сложной, и, аль-хамдул-ля, то, что я вижу в социальных сетях, отчеты, которые дает фонд Закят, это просто очень серьезный подход, то, что вы отправили в 12 фур, получается, 13 фур отправили, да. 13 фур, недавно помощь. Месяц назад, да, отправили в 13 фур где-то. Где-то месяц назад чуть больше, может быть, отправили, и уже дошли, уже дошли, аль-хамдул-ля, 12 фур уже дошли, одна осталась, еще в очереди стоит, ну, там очередь довольно-таки большая, на границе, да, как по Парафах. Основная, то есть помощь уже зашла, аль-хамдул-ля, и палатки зашли, и уже их сейчас там ставят для людей. Пусть Аллах облегчит нашим братьям-палестинцам, которые сейчас находятся по положению. и самое, конечно, приятное, то, что оттуда приходит такая обратная связь от людей. Мы там листовки вложили в каждую коробку с гуманитарным грузом, и люди прямо с этой листовкой дают уже обратную связь, пишут нам в соцсети, прямо оттуда из газа. Еще, наверное, один такой важный момент. Все-таки вот жизнь, она такая, как мы уже даже проговорили, она такая быстротечная, очень все быстро движется. Нам надо не забывать в Дуа вообще всегда за близких, за родных, понятно, за коллег, и в том числе за тех людей, которые страдают в тех или иных регионах. Дуа это самый мощнейший вообще наш, ну, как говорится, да, это оружие наше, да, то есть это самый мощнейший инструмент, который мы можем применять в своей жизни. Дуа надо всегда не забывать, не забывать, не забывать, не забывать. И шала. Жзак Аллахарен за эту встречу. Много нового узнали, сделали напоминание. На этом я, дорогие друзья, с вами прощаюсь. Пишите свое мнение в комментариях насчет благотворительности. Занимаетесь ли вы ей или не занимаетесь, или хотите заниматься. Будет интересно, почитать ваше мнение. На этом прощаюсь. Саламу алейкум.